Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги Иисуса Новина, я читаю для библейского портала экзегет перевод российского библейского общества. Первые две главы, они такие предварительные, да, Господь выбирает Иисуса Новина, Иисуса сына Нуна в качестве преемника Моисея, предводителя израильтян. Дальше разведка, и мы говорили в прошлый раз о том, что два разведчика, отправившиеся в Иерихон, там ночевали в доме блудницы Рааф, и она их, собственно говоря, спасла от своего собственного царя. И мы говорили о том, что этот рассказ о том, что, в общем-то, совершенно не обязательно было Хананейным погибать, да, что они могли войти в состав израильского народа. Вот у Рааф это получилось, она это сделала, и, в общем, это не требовало от нее каких-то героических усилий, надо было просто принять веру в единого Бога и деятельно ее проявить, вот в частности дать спастись разведчикам. Ну, а вот уже начинается завоевание, оно должно начаться с перехода границы, граница это река Иордан. Кто бывал в тех местах знает, что Иордан не очень большая река, но как и любая река, не знаю, она там меньше яузы в Москве, да, но все равно ее надо перейти. Рано утром Иисус со всеми сынами Израилевыми выступил из Шетима к Иордану. Шетима это место, где они стояли вот на границе с Ханааном, но с той западной, с восточной, простите, стороны. Там, не переходя реку, они расположились на ночлег. Когда миновало три дня, старосты обошли весь стан и объявили народу такой приказ. Как только вы увидите, что священники левиты понесли ковчег договора с Господом, вашим Богом, тут же вступаете за ними. Напомню, что у них находится ковчег Господень, то есть самое главное, святыня израильтян, и переходя через пустыню, они двигались вслед за ковчегом, да, его нанесли, конечно, именно священники из рода Левия. Но между вами и ковчегом должно быть расстояние в две тысячи локтей, ближе не подходите, так вы поймете, куда вам идти, ведь раньше вы этим путем не ходили. И расстояние тоже важная вещь, да, вот две тысячи локтей, локоть это полметра, значит, примерно километр. И, соответственно, вот сначала ковчег, потом вы, народ идет за своим Богом. Иисус велел народу, осветите и очистите себя, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса. Ну, помните правила ритуальной чистоты и нечистоты, особенно в книге Левита они подробно изложены. И вот здесь они должны избавиться от всего нечистого, потому что они в каком-то особом присутствии Бога находятся, и поэтому к ним особо строгие требования предъявляются в данный момент. Иисус велел священникам, возьмите ковчег договора и ступайте вперед во главе народа. Они взяли ковчег договора и пошли вперед во главе народа. И Господь сказал Иисусу, сегодня я возвышу тебя в глазах израильтян. Они поймут, что я с тобою, как я был с Моисеем. Прикажи священникам, несущим ковчег договора, чтобы они остановились, как только ступят в воды Иордан. Вот смотрите, Иисус сам еще ничего не знает. Он просто исполняет повеление. И текст подчеркивает, что Господь руководит вот буквально вплоть до мелочей. Это не хитрый его замысел. Хотя у Иисуса есть свои замыслы. Он разведчиков посылает, да, он готовит народ к переходу. Ну, все то, что вот в пределах человеческой логики находится. Иисус велел израильтянам, подойдите сюда и слушайте слово Господа вашего Бога. Он сказал, сейчас вы узнаете, что с вами Бог живой. Тоже очень такая важная формулировка, Бог живой. Ну, конечно, живой, а не мертвый. Какой же еще? Нет, вы знаете, вот очень часто Бога представляют себя в виде такой философской абстракции, в виде некоторого такого персонажа древних текстов, в виде объекта наших молитв и просьб к нему, да. И всюду он, ну, какой-то неживой вот в этих случаях. А Бог живой, что отличает живое существо? Оно действует, оно личностно, да. Вот Бог, который сам по себе действует. А не только мы провели ритуал, и он нам там даровал то, что мы от него ждем, да. Нет. Что с вами Бог живой, который отдаст вам эту землю, отобрав ее у Хананеев, и Хеттов, и Хивеев, и Перезеев, и Гергашиев, и Амариев, и Ивусеев. Я напомню, что наш общий вопрос книги Иисуса Новина, почему в ней оправдывается геноцид? Ну, мы сегодня так это называем, да. Почему говорится о том, что эти мирные хананейские народы, я, конечно, в кавычках это все говорю, которые там жили, были истреблены, ну, почти поголовно. Некоторые остались, как Рааф, мы отдельно это обсуждали. А вот говорит Господь, я вам отдам землю, отобрав ее. Не вы ступайте, завоюйте, всех убейте, и будете крутыми и молодцами, а я вам просто передам эту землю. Почему, это отдельный вопрос, но он тоже будет там объяснен. Смотрите, ковчег договора с владыкой всей земли движется перед вами к Иордану. Там расстояние около километра, да. Вы должны снарядить из племен Израиля 12 человек, по одному человеку от каждого племени, такие представители. Когда ноги священников, несущих ковчег Господа владыки всей земли, ступят воды Иордана, вода в Иордан не иссякнет. Все воды, что текут с Верховьев, остановятся и встанут с стеной. Чудо, подобное чудо перехода через море. Ну, как и в том случае, предлагались разные модели, это в книге «Исход» описано, да, переход из релитян через море по их продвижению из Египта к Ханаану в самом начале исхода. Есть всякие, естественно, научные объяснения, что там были глубокие болота, и сильный восточный ветер согнал с них воду, и вот они прошли. Так что, может быть, там было немножечко топка, но вполне проходимо, а потом ветер утих, вода вернулась. Есть и здесь объяснение. Может быть, там было какое-то землетрясение, которое временно перекрыло ток воды в Иордане, да, завалило русло, и потом вода снесла эту преграду, но какое-то время она была и задержана. Это не важно. У любого подобного чуда могут быть свои объяснения, но важно, что оно произошло именно в этот момент. Народ снялся со стоянки и направился к Иордану. Впереди священники несли ковчег договора, тот самый. Ковчег была поражатвы, а имеется в виду весна, потому что в тех краях жнут весной, зимой идут дожди, и это удобно для посевов. И Иордан разлился, затопляя берега. То есть весной вода поднялась, да, понятно, потому что Иордан пытается с гор и галилейских. Но как только священники, несущие ковчег, подошли к Иордану, их ноги вступили в воду, вода, что течет из верховья Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близь Адама. Это город рядом с Цартаном. Ну, тоже описание воды, которая встала стеной, несколько противоречит тому естественно научному объяснению, которое я предложил. Но это объяснение всего лишь попытка, а не истина. Как и описание, которое здесь, это скорее образ, чем фотография. Вода, что течет вниз в мертвое соленое море, ушла из сякла. То есть Иордан, он течет между Галилейским озером и Мертвым морем. И, соответственно, если прекращается ток воды сверху, то она утекает. И народ перешел реку напротив Иерихона. Священники, несущие ковчег договора с Господом, твердо стояли на высохшем дне Иордана, а все израильтяне шли на другой берег посоху. Так было пока. Весь народ не перешел Иордан. Вот зачем здесь этот эпизод? Показать, что Господь с израильтянами, но и показать израильтянам, что это не их военная сила. Могли бы они навести переправу? Могли, конечно. Что сложного? Срубить побольше деревьев, построить там плоты какие-нибудь или мост даже соорудить, бурдюки надуть воздухом. Способов переправиться через реку очень много было даже в древности. Необходимости в этом не было. Вот такой, не то, что они там Енисеи пересекали, да, вот которые там пять километров шириной и переплытие. Небольшая речушка. Но это символ. Народ переходит границу. И его через эту границу переводит Господь. Это не ваша война. Это то, что Господь делает с вами. Вы его инструмент. В этом его деянии. Вот мы чуть дальше приближаемся к ответу на вопрос, почему книга Иисуса Новина оправдывает уничтожение местных жителей. Выясняется, что, во-первых, не полностью их уничтожили. Та же самая Раафа. У них был шанс присоединиться. И что это не Господь их уничтожает, а Господь передает землю от одного народа другому. Почему об этом тоже будет дальше. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.